Фехтование зародилось в глубокой древности. Утилитарное фехтование на различных видах холодного оружия было известно также в Греции и Риме. В античный и раннесредневековый период умение владеть холодным оружием считалось основным компонентом подготовки война. В средние века фехтование было одной из семи благородных страстей рыцаря. Сегодня фехтование сохранило традиции и продолжает быть элитным видом спорта. Особенно популярен этот вид спорта среди молодежи. И соревнования по фехтованию третьей летней спартакиады тому пример. 10 августа состоялись командные состязания. Юноши сражались на рапирах. Рапира – это разновидность холодного оружия с граненым клинком. Напоминает шпагу, но по весу и длине несколько меньше. Всего в состязании участвовало 8 юношеских команд из разных федеральных округов. В каждой команде по 4 человека. В финале встретились команды Москвы и Привозского федерального округа. После долгих и упорных сражений Привозцам все-таки удалось одержать победу. Москва в лице Даниила Авербуха, Давида Геселовского, Сергея Посельского и Артема Мезинова заняла второе место. Третье место у Центрального федерального округа. У девушек игра складывалась куда лучше. На этот раз слабый пол сражался на шпагах. В финал попало две команды – Москвы и Центрального федерального округа. С отрывом более чем в 10 очков победили москвички – Юлия Воробьева, Виолетта Колобова, Евгения Серегина и Дарья Щербина. Второе место у Центрального федерального округа. Третье место с боем отвоевали девушки из команды Санкт-Петербурга. Третье место у Центрального федерального округа.